в Москве. Но вопреки крылатой фразе «победители не судят» нашлось невероятное количество людей, не согласных с таким результатом конкурса и готовых именно осудить Андрея за его победу. Так достоин или недостоин Андрей носить звание Человек-года? Давайте разберемся прямо сейчас. Но сначала посмотрим сюжет. Многие считают, что деньги в этой жизни решают всё. Чуев – это Остап Бендер, 21 века. Что предлагаю? Продать эту квартиру – это нормальные деньги. Купить кусок земли, раздербанить этот кусок земли, на всех оформить. С этого куска земли, с одной квартирой, можем делать 20 квартир. Я знаю, как из 5 миллионов сделать 50, чтобы было всем хорошо. Все волнуются, что у них не хватит. И у них не хватит. Нужно будет 4 миллиона, 5 миллионов, 6 миллионов. У кого-то друзья там алкаши, у кого-то вообще нет друзей. То есть у меня друзья, у которых есть деньги. У кого ты такой умный, что придумал такую систему? Соблюдаю все правила проекта, которые прописаны организаторами и учредителями шоу. По итогам СМС-голосования первое место в конкурсе «Человек-года» получает Андрей Чуев! С этой квартиры взять кусок земли, построить там 6 квартир и отдать ребятам, которым я обещал, каждому по квартире. Я такого не видела за 11 лет, что человек выиграл титул, квартиру и пришел и сказал «на тебе, на тебе, на тебе, на тебе». Ты знаешь, мам, кто бы что ни думал, я скажу тебе, что ты вырастила достойного сына. Пусть эта победа будет только моим первым поступком, настоящим поступком, который заслуживает «Человек-года». Ну что же, Андрей, сразу хочу обратиться к тебе. На словах все очень благородно, пока не знаем, как будет на деле. Это пока же только время и зависит только от тебя. Поделишь ты эту квартиру, не поделишь, непонятно. Но вот сейчас такая невероятная волна возмущения. Почему, как ты сам считаешь, людям так тяжело принять именно твою победу? И почему тебя все осуждают? На самом деле, я даже не знаю реального ответа на этот вопрос. По мне так, я не знаю. Мне в детстве читали книгу «Что такое хорошо, что такое плохо». Я запомнил, что такое хорошо, что такое плохо. По-моему, те вещи, о которых я говорю, это хорошие вещи. Я говорил с самого начала, с самого начала я ребятам говорил, давайте разделим эту квартиру. Почему это происходит? Мне, наверное, хотелось бы самому в первую очередь услышать какие-то действительно обоснованные факты, почему это плохо. Смотри, Андрей, вот чисто по-человечески сейчас, да, сейчас уберем юридический аспект, правильность, да, да. Я ни в чем не сомневаюсь и говорю об этом открыто, говорю об этом и зрителям, и всем, кто сидит здесь. Ну, юридически к этому человеку не придраться вообще просто ни к чему. То есть все сделано так, как сделано, он победитель, да. Но что касается человеческого фактора, давай поговорим с тобой об этом. Вот Женька Кузин, да, который здесь прожил год, да, там, или сколько, больше, не помню уже, которая успела за это время полюбить страну, за которого действительно, как бы, люди боролись, зрители голосовали, да, они его любят. И об этом говорят цифры 17 тысяч, это против твоих 500, да, как бы, ну... 500, это было одиночных смс, немножко неправильно. Хорошо, мы об этом и говорим. Ну, в любом случае, ты же понимаешь, что вот, судя по тому, что происходит в социальных сетях, и вообще, в принципе, то, как зрители говорят, явно за него было уж побольше, чем за тебя. Ты просто пришел, просто попросил своих богатых друзей волю судеб у тебя есть, да, как бы у него нет, у тебя есть. И ты просто увел у парня победу из-под носа. Просто чисто по-человечески, вот какого тебе внутри, нормально? Я ни у кого ничего не увел. Если ты считаешь, что в стране живет 17 тысяч человек, то я живу в какой-то другой стране. Я живу в стране, в которой живет 150 миллионов человек. На моих, в моих социальных сетях тоже есть сотни комментариев, которые меня люди поздравляют. Это тоже, это тоже страна. А говорить о стране в количестве 17 тысяч человек, ну, извините меня. Я думаю, Женька после конкурса сказал, что для него это был сильный урок, хорошая мотивация для того, чтобы зарабатывать самому на квартиру. Я считаю, что человек, умный человек, как ты позиционируешь Евгения, человек, который соображает, что происходит в этой жизни, всегда знает, что что Бог не делает, все к лучшему. Что каждую ситуацию, которая нас не убивает, она делает нас только сильнее. Я думаю, что эта ситуация сделает Женю в разы сильнее. Я думаю, что он станет больше заниматься своим развитием своего какого-то бизнеса. Он больше станет стремиться к тому, чтобы не надеяться, это были его слова, на страну, а надеяться только на самого себя, как советовал ему Андрей Черкасов. Поэтому я считаю, что в некотором смысле, если Евгений правильно воспримет эту ситуацию, ему это пойдет только на пользу, в разы. Потому что в моей практике, в моих ситуациях, когда у меня что-то происходило, какие-то сложные ситуации, они делали меня только сильнее, умнее и все прочее. Ты все равно победитель, все равно квартира твоя, от этого уже никуда не деваться, это понятное дело. Но каково, когда такое количество негатива и, я тебе говорю, резонансная история, такого за историей проекта никогда не было. То есть, ну, у меня, например, в социальных сетях никогда не было 10 тысяч комментариев, понимаешь, но никогда в жизни с такими протестами. Я тогда хочу задать тебе вопрос, Ксюша, а что тогда эти люди, 10 тысяч комментариев, не отослали за своих любимцев по одной смс-ке? То есть, если бы взять все эти комментарии, сколько их написали, то там 8 квартир можно было купить за эти деньги. Но такого не было никогда за всю историю, чтобы человека так ненавидели. Ты меня уже извини, но ты видел сам, что в интернете творится. Это нормально, то есть, это нормально, ничего не изменилось, все происходит циклично. То есть, и для меня это, может быть, для кого-то это как-то страшно, и кого-то пугает. Для меня это огромная мотивация, чтобы сдержать свое слово. Для меня это огромная мотивация, чтобы сделать больше, чем я обещаю. На лобном месте очень переживал, ты плакал. Ну, вообще ситуация нелегкая для тебя. Хочу сказать, что, конечно, уже все... Вы слышите меня, да? Конечно. Да, да, да. Вот, все, все, все прошло уже. Те эмоции, которые у меня были, действительно, настоящие, сильные. Такие эмоции испытывают и спортсмены, и актеры, и мы все живые люди. Эта волна у меня прошла. Конечно же, сейчас уже, на данный момент, может быть, присутствие... Ну, видимо, все это, наверное, ушло. И как-то я внутри себя уже принял поражение. Я принял, что квартира у Андрея. Вот, поэтому уже, конечно, на данный момент, если вас действительно интересует мое состояние, на данный момент уже все спокойно. Я, слава богу, сбалансирована, потому что я тоже безумно переживал, что я уйду там в себя. Но нет, справился благодаря Саше, благодаря тому, что сейчас Митька рядом со мной. Вот, благодаря моим родителям, моим друзьям, которые меня здесь встретили. Вот, поэтому я уже, уже все хорошо, я на улыбке. Все хорошо уже. Сашу хотела бы я послушать. Саш, как Женька? Давай, Саня. Все так, как он говорит, или все-таки ты видишь, что внутри ему плохо? Нет, ну, в любом случае, конечно, неприятно было такого слышать, да, что там победитель другой, а не Евгений Кузин. Но, как Евгений говорит, да, действительно так, здесь Митенька есть, здесь мама с папой, здесь много родственников, которые всегда поддержат и всегда будут на стороне Евгения. Точно так же и я. Я считаю, что для меня весь этот конкурс «Человек года» не то, что неким уроком, да, оказался, а мне безумно было обидно услышать, что не Евгений победитель, потому что «Человек года» он стал не только для меня, не только для его семьи, не только для моей семьи, а для всего народа. И это единственное, что меня утешает, что вы любите, страна. Да, я хотел бы, Ксюх, я хотел бы добавить, действительно, вот произошел такой очень большой резонанс, и действительно, мне он дает огромное количество сил. Не то, что там Андрюху не поддерживают, нет, ни в коем случае, я радуюсь другому, я радуюсь тому, что огромное количество людей поддерживает меня. Вот, и это, безусловно, тоже какая-то победа, не какая-то, а победа. Знаете, впервые я хочу начать опрос не с участников, не с Олимпа, а конкретно с зрителей, потому что их сегодня огромное количество, такого не было никогда. Дорогой зритель, сейчас вот, спасибо, что пришли, хочу сейчас у вас узнать ваше мнение по этому поводу. Я также знаю, что многие из вас, те, кто отписывались в социальных сетях, вот, те, кто голосовали, девушка вот с красной помадой. Здравствуйте, меня зовут Элина, Москва. Я хотела бы сказать по поводу выигрыша Андрея, что я не поддерживаю его, потому что, как вы уже говорили, Ксения, как раз-таки по поводу того, что конкурс «Человек года Дома-2» именно, и нужно было оценивать, ну, как бы, по тому, какие достижения у вас были именно на Доме-2. Я, например, поддерживала, там, Элину с Сашей, да, потому что, ну, прослеживали на протяжении долгого времени их отношения, да, какие у них были проблемы, сложности, как они все это проходили вместе. Женя Кузин тоже, я считаю, что, ну, когда он приближался к победе, я думаю, что это было бы правильнее отдать победу ему, чем Андрею, потому что, ну, как бы, наблюдали тебя очень мало по времени, и по поводу слов еще того, что нужно надеяться только на себя, как ты, Женя, обратился, но ты ведь тоже не на себя понадеялся, ты понадеялся на своих друзей, которые тебя, в основном, поддержали, вот, за счет чего ты выиграл, собственно, эту квартиру. Спасибо, еще мнение. Здравствуйте, я Алиса, я с Кишинева. Андрей, я тебя, конечно, хочу поддержать, но не могу, почему? Потому что, если у тебя такие хорошие друзья, почему ты их не попросил просто, вот, помогите, я хочу квартиру в Москву, да, и тебя можно осуждать только потому, что ты заявил об этом громко. Вот, у меня есть друзья, они за меня проголосуют, и я стану этим человеком года. То есть не надо было просто заявлять так громко, и можно было просто честно сразиться, и все. Ну, то есть нужно было не говорить правду, нужно было промолчать и сказать, а потом сделать все то же самое, выиграть и промолчать нужно было, да? И еще забрать себе квартиру в одно рыло, там, засесть в ней, прописаться, повесить себе плазмочку, там, взять пивка, и все нормально. Ну, я немножко, ты немножко про разные вещи не говорил. Неизвестно, может быть, так еще и будет, понимаешь, Андрюх? Не будет, не будет. Не знаем, мы не знаем, мы верим действиям, слова не верим. Я понял, я понял. Девушка рядом, да, которая... Я, как бы, когда приехала сюда, честно говоря, я не думала о том, что у меня будет такое море эмоций, потому что я считаю, что конкурс тогда нужно переименовать не человек года, а друг года, допустим, самый лучший друг, самый верный, преданный. Почему? Потому что получается, что голосовал не зритель. Я, например, не голосовала за Андрея Чуева, ну, как бы в моем понимании победу должен был одержать Евгений. Например, я считаю, что несправедливо. Вот я хотела бы сейчас спросить у всех, кто сейчас находится в этой студии, у всех, только честно, пожалуйста, давайте вот лапку на сердце положим и скажем. Вот вы оказались в ситуации Андрея Чуева. У вас есть возможность выиграть квартиру, которая стоит на кону. Как вы бы поступили? Добрый день, меня зовут Екатерина. Я в последнее время чувствую себя каким-то уже именем нарицательным, потому что я как раз вхожу вот в те 60 друзей Чуева. Я знаю Андрея давно, еще с Майами мы жили там, мы были с ним соседями. То есть это я тот человек, которого он попросил в частности. Поэтому если кто-то, вот вы говорите, Женя, там 17 тысяч, 17 тысяч. У меня, собственно, да, юридическая компания, участники ко мне обращались, я помогала кому-то с разводом, кому-то с чем-то. Я свои деньги зарабатываю честно, мне за них не стыдно, я их трачу так, как хочу. То, что вы говорите, там у Жени 17 человек, кто-то берет количество, мы берем качество. Вот мне, допустим, мне можно прислать 10 открыток с днем рождения, но я люблю, когда вот приходит муж и дарит мне бриллианты. То есть каждый выбирает для себя, кому количество, кому качество. За наши деньги, понимаете, винить нас нельзя. За то, что мы помогли Андрею. Андрей наш знакомый, хороший. Вот он пришел на проект, читайте, как день рождения, мы ему, кажется, сделали подарок. А писать комментарии, вот это все, вы считаете комментарии, лайки, это ерунда. Я, допустим, никогда не буду писать комментарии, с кем-то там вот ссориться, что-то это. Я когда иду на день рождения, дарю конверт, я не пишу потом. Была на день рождения у Васи, положила ему 10 тысяч конверт. Знаете, все. Все-таки вопрос был не об этом, вы простите, вопрос был о другом. Каждый из нас, находящийся в студии, давайте поставим себя на место Андрея Чуева. Я бы сделал все, да, я бы попросила. Это мы уже поняли. Как бы мы поступили, мы бы отдали квартиру Евгению Кузину, потому что за него проголосовали зрители, да, или мы бы поступили по правилам и забрали эту квартиру себе. Вот девушка в желтом платье. Меня зовут Юля. За кого голосовали? Я ни за кого не голосовала, но оценивая ситуацию, да, я не спорю, как бы, что, возможно, победитель должен быть был другой. Вика Романец, например, ну, больше девушек. Как бы вы поступили? Я бы поступила, я бы тоже сделала все ради своей победы, если бы у меня была возможность, да, чтобы мне помогли богатые друзья там или еще кто-то. Это квартира, и тут какие-то моральные ценности, конечно, важны, но не во всех случаях. Поднимите руки, кто поступил бы точно так же, как Андрей Чуев. Рустам бы не поступил, да. Если бы были. Глеб, тебя хочу послушать. Мне всегда задавали этот вопрос на лобном месте. Если бы у меня была такая возможность, я бы знал, как все это происходит. Если бы был на месте Андрея Чуева, я бы сказал, что я поступил бы так же, как Андрей Чуев. Мне кажется, размусоливать тему на то, как это правильно и это неправильно, не имеет никакого абсолютно смысла. Андрей Чуев не нарушил правила, а значит, победил в конкурсе абсолютно честно, в соответствии с правилами. Что касается, я хотел бы поговорить больше на другую тему. На тему следующего конкурса «Человек года». Мне кажется, пришло время, когда на протяжении трех лет в конкурсе «Человек года» мы обсуждаем в каждом финале тему, что кто-то вложился, либо есть какая-то схема, и что, по большому счету, голосование людей не влияет на исход событий, то мне кажется, пришло просто время менять правила. Если есть у людей какие-то претензии к тому, как все сложилось, так могут быть претензии только к правилам. Мне просто кажется, есть изначально уже большая ошибка, потому что каждый из нас, когда ходит на выборы губернатора, мэра, президента, он голосует один раз, потому что у одного человека по правилам выборов есть только один голос. Не может быть у народного шоу пакет смс, 25 либо 100 голосов. Это неправильно, если мы говорим про народное шоу. Как ведущая, я вот абсолютно, абсолютно с тобой согласна, даже как человек, даже не как ведущая, как человек, абсолютно согласна. У каждого голоса должен быть только один автор, ведь это народное шоу и народное голосование, и нам предстоит всем очень крепко подумать над правилами следующего конкурса. Мне кажется, здесь все очень просто, если подводить итоги этого конкурса. Есть финансовая сторона и правила, и людям предлагают, это всего лишь игра. Это не конкурс про жизнь, про историю, про заслуги перед проектом. Это игра, где предлагаются правила, и в этой игре есть главный приз. И Андрей его забрал, исходя из правил. Мне кажется, Женя должен быть счастлив, потому что именно Женя является народным человеком года. Потому что он получил то, что хотел, и все об этом говорят, и все это знают. Но мы говорим о правилах, мы говорим о игре под названием «Человек года». Можно мне слово попросить? Не хочешь не согласиться? Нет, ну это бред просто, что говорит Глеб, я считаю, вообще вот это вот пересматривать правила конкурса. Ребят, давайте откровенно. Правила для всех были абсолютно одинаковые, никто не запрещал друзьям Евгения Кузина. Мы говорим о резонансе, который произошел в сети интернет. Я тебя не перебивал, поэтому будь любезен делать так же, Глеб, спасибо большое. Так вот, Евгению Кузину никто не запрещал попросить своих друзей, чтобы за него проголосовали. Я не понимаю вот эту историю о том, что один человек может иметь только один голос. Если я, допустим, зритель, и я сижу, и я понимаю, что вот от моей смс-ки зависит победа этого человека. Почему я себя должен ограничивать одной смс-кой, когда, допустим, я имею возможность, я не могу понять, почему ты так усердно меня перебиваешь. Если это народное шоу, то голос должен быть один, я тебе объясняю, потому что... Почему он должен, если изначально, если изначально людей и зрителей этого не правится, а все не будет по денежному вагонту, по денежному приваленту... Один человек должен иметь один голос. Почему? Вот, Глеб, мне объясни, почему один человек должен иметь только один голос. Конкретно. Почему? А я тебе объясняю. Потому что на всех выборах, когда, еще раз тебе говорю, выбирается президент, губернатор, когда выбирается человек... Ладно, послушайте сейчас меня, давайте я вам сделаю... Парни, тихо! У меня есть некое предложение, которое устроит вас обоих, и тебя, и тебя. В конкурсе четыре или пять этапов. Вот четыре или пять из них до финального могут идти по тем же правилам, которые были. А вот последний, самый, когда выходят только трое человек, один голос, один человек. И тогда уже решает народ, а не деньги. Есть такое прекрасное русское слово «стяжательство». Это что-то с деньгами грязными связанное и с какими-то некрасивыми действиями. Так вот, Чуев стяжал победу. Стижать победу, почему? Это связано еще и с тем, да, да, да. Вот он говорил, Ксюша, Чуев ее стяжал. Ну, вы знаете, ребят, неужели кто-то из вас сомневался, когда Чуев пришел сюда на проект несколько месяцев назад, неужели вы считаете, что Чуев пришел сюда «Любов-страйц»? Вы что, ребят, совсем, что ли? Чуев пришел взять свой долг, потому что Чуев – это шулер высшего класса в хорошем смысле этого слова. У Чуева есть его метафизический банан, на котором он всех манал еще 10 лет назад. На лобном месте он сообщал об этом всем, транслировал, не стесняясь. Он вообще, знаете, ребят, у нас парень нестеснительный. И пока вы сейчас вот сидите, вот все, я даже заметил, после ролика с Андрюхой, в котором как бы ролик как будто бы показывал его нехорошим, как вы все зааплодировали. Вот пока вы будете мявкать и аплодировать, я к участникам обращаюсь. Ребят, вот такие, как Чуев, будут приходить и нагибнать. Это раз. А теперь я хочу обратиться к Женьке Кузину. Жень, ты знаешь, я беспокоился за тебя, действительно переживал. Может быть, знаете почему? Ребят, голосование это было. И почему люди высказываются вот так, как бы против Чуева, они высказываются не в защиту даже Женьки, они просто против Андрея. Им вот это вот никак у них в головах не выстроится, что это должен быть Андрей. Потому что он четкий, жесткий, принципиальный, литературный и очень аргументированный. И в этот момент на другой чаше весов романтический Женька Кузин, которого как бы все должны поощрить за это. Ты сколько смс-сообщений за Кузина отправил, Рустам? Я отправил одно смс-сообщение за Ольгу Васильевну и одно за Женьку. Давайте поаплодируем Рустаму. Я не верю в это, молодец. В Ладо Кадоне есть идеальная история, которая похожа на нашу. Это когда его мама на шоу, которое идет тоже на канале ТНТ «Битва экстрасенсов». Все были уверены в том, что мама выиграет и займет первое место. И смс-ки не слали. И в итоге... Влад, расскажи сам это. Там была история такая просто в том, что так же был проект, так же были три финалисты. Так же было смс-голосование, которое должно было определить победителя. И так уж получилось, что за определенного человека, который в результате победил, да, у него были друзья с хорошими финансовыми возможностями, у него были люди, которые голосовали с уверенностью того, что все можно изменить. А с нашей стороны были люди, которые, они сидели и были на 150 тысяч процентов уверены в том, что, ну как, победит. Она 100 процентов победит. Зачем я буду посылать смс? Найдется еще 50 тысяч человек. Я же слышу, я читаю в интернете каждый день. Соседа. Уповали на соседа в общем. Да. И создавалось некое такое ощущение, что действительно все в один день встанут и отправят смс. Но в результате, так как в этом были уверены все, этого и не произошло. А конкурент, он, ну скажем так, вырвался. Но здесь, знаете, в чем есть нюанс. Почему, как бы, скажем так, я, допустим, не могу позволить себе нападать на Андрея и категорически его там размазать как-то. Если бы голосование было открытым, то можно было бы... Я считаю, говорить вполне откровенно о том, что действительно у кого больше бабок, тот и победит. Это был риск. Он не мог просчитать, какая сумма ему необходима для победы. И также его друзья могли бы остаться в результате с голой опой. Это в какой-то мере, мое личное мнение, его оправдывает. И точно так же у Евгения Кузина была возможность прибегнуть к своим друзьям, к своим знакомым. Почему мы все время привыкли... Вот Евгений Кузин, он какую позицию занял в этом конкурсе? Позицию сказочного персонажа Ванечки-дурачка, который лежит на печи, который ничего не делает, который просто лежит, и вот он ждет, он благодарит, он целует... Русская поговорка звучит так, на бога надейся, а сам не плашай. Все верно. Я считаю, что Женя Кузин, когда у него квартира была вот она, перед носом, надо было суетиться. Когда Андрей Чуев в несколько лобных мест до этого откровенно сидит и говорит, я буду вкладывать бабки. Все об этом знают. И Евгений Кузин тоже об этом знает, но он почему-то рассчитывал на халяву. Он решил, меня и так все любят, зачем мне что-то делать, зачем мне кого-то просить. Я даже агитации со стороны Жени Кузина никогда не видел в интернете. Саша Харитонова. У нас народное шоу. И тут человек показывает ролик, почему так все накинулись. Он абсолютно честно и открытый. Мы все хотим честности. Давайте будем честными друг с другом. Он честно начал говорить, я буду суетиться. И человека карать за его честность, мне непонятно, что он должен сделать. Мы сейчас его тут, кто-то его распинает, я его защищаю, абсолютно поддерживаю. То есть он что-то сейчас должен упасть на колени, умолять, простите меня, биться головой о пол, что у меня такие друзья. Говорить то, что я отдам квартиру Жене. Но Руся сказал очень отличную фразу. Он забрал должок. Чуев столько испытал вообще на своем веку, Что никому, дай бог, чтобы никому этого не случилось. И он абсолютно заслуженно получил эту квартиру. Абсолютно. Друзья, смс-ки, деньги. Ребята, он честный. Он говорит правду. Он хочет дальше двигаться. И он реально научен этими уроками, о которых он сказал Женьке, Что это тебя только научит идти дальше. Хорошо, Саня, для чего тогда история с тем, что я хочу... Сейчас он собирается делить эту квартиру среди всех и так далее. Но это совесть. Вот это опять же говорит о том, что он совестливый. Парень потерял маму. Парень просто прошел такую школу. И он все равно, получив квартиру, говорит, Женька, я тебе дам, я с тобой поделюсь. И вы его сейчас тут распинаете. Ребята, ну вообще, окситесь, просто посмотрите на себя. Спасибо, Элина Камерен. Да, я просто хочу начать. Вам не кажется, что мы слишком странно 35-летнего мужика жалеем вообще? Вы что хотите сказать, что здесь участники, которые... Или народ, который здесь присутствует, меньше пережил? У каждого есть история в жизни. Но не стоят они на паперте и не говорят о том, что пожалейте, у меня мамы нет. У Александра Задонина вообще никого нет. И что теперь? Я вот что хочу сказать. Все сказали правильные моменты, да? Он поступил честно. По поводу чего? По отношению к правилам? Возможно. А давайте следующий момент. Смотрите, мы говорим за всю Россию. А сейчас мы говорим за группу людей, которая проголосовала, которая имеет деньги. Вот зрители, вот нас кормит, вот эта группа людей может быть чуть-чуть, но в основном это 50 миллионов. Это не 500 человек, о которых мы говорим, которые проголосовали, а мы говорим о 50 миллионах. Если у тебя бабки нет, я спрашивала его, Чуева. Так пойди, бизнес-план хороший. Пусть ребята вложат деньги в землю и стросят, и замечают. Почему ты должок забираешь с Дома-2, с проекта? Ты здесь что дал-то? Что ты здесь показал-то? Ты пришел, мы эту историю забыли уже. Сидят здесь зрители, которые даже не голосовали за Кузина там, да? Да ни за кого не голосовали. Кто вообще реально голосовал? Вот поднимите руки. Раз, два. Два человека, понимаете? И три. А кто писал негодование в интернете? Все писали. Все писали. Не надо сейчас говорить, что вы не писали. А ты сейчас говоришь за весь народ, который у нас такой умный, добрый, и его обманули. Не было бы резонанса, понимаешь? Не было, не писали бы, не долбались бы за это. Хочу ответить. Элина вчера забыла на лобном месте, что когда я пришел на проект, тот же Кузин, вот его сейчас нету, жалко. Тот же Кузин мне сказал, что в прошлом году, почему Элина так усердно смотрела за голосованием, потому что они бахнули 300 или 400 тысяч и проиграли. И когда человек мне сейчас говорит о том, что за какую-то правду, что за какую-то стрёмно там, то есть если говорить... Элина, это же так и было. Нет, как раз на нас начали говорить, как мы можем это сделать, когда у Саши были долги за бред вообще. Андрей Черкас. Господи, так много хочется сказать, но постараюсь тезисно. Элина, ты говоришь, что человеком года должен был быть Кузин. Но если бы Задуинов набрал бы недостающие 4%, и тогда вообще, чую, его не было бы в финале. Ты бы сейчас говорил бы, что человеком года должен быть быть Задуинов. Вот. Всем очевидно, что дело не в том, что не выиграл Женя Кузин. Потому что выиграл бы Романес, не было бы уже такого ажиотажа. Да, выиграл бы и всё. И никто бы не жалел бы так Женю. Все против Чуева. Все не понимают, как он это сделал. И когда Чуев меня вынес на катафалке, просто вывез с третьего этапа, я тоже лицо пострадавшее как бы... Я вас всех предупреждал. Я молил вас, чтобы была смена вот этого, этой системы в голосовании и так далее. Что мне тогда Женя Кузин сказал? Закрыто голосование, я верю в страну. А я предлагал. Хорошо, давайте представим себе ситуацию, что не Чуев, а Кузин купил эти пакеты с смс-сообщениями. Что бы тогда говорила страна? Да, Глеб. Дай микрофон. Мне кажется, я после третьего этапа, я правда тоже удивлен, почему именно сейчас такой резонанс, если после третьего этапа Андрей Чуев на лобном месте об этом сказал в открытую. После того выступления Андрея, я подходил к Саше, подходил к Жене, мы разговаривали. Я говорю, ребята, но наступило такое время, квартира в аукционе. И тут если не вкидываться, то нужно быть глупым. Я подходил к Вике Романец и говорил, Вика, проси папу, сейчас это нужно делать, потому что это начинается денежная борьба. Понимаете, если бы Кузин вложил бы, если мы так размышляем, то Кузин бы на лобном месте мог сказать так. Друзья, у меня есть 17 тысяч человек, вы за меня проголосовали, я получил народную любовь. Но деньгами я вкинулся, потому что я побеждал Андрея Чуева. Андрей пошел по другой системе, и Андрея Чуева, чтобы победить, можно было победить только деньгами. Но это было так очевидно после третьего этапа. Это не сейчас произошло, это произошло, как говорит Рустам, две недели назад. И знаете, мне кажется, почему Андрей Чуев еще победил? Потому что у Андрея Чуева конкурс Человек Года... Вы осуждали сейчас Кузина на месте победителя, я так и не поняла. И так же бы ругали, как Андрея. Нет, нет, за что? За что? За что его можно было осудить, если бы Кузин боролся бы за призвание, за народную любовь, и при этом при всем бы, чтобы получить квартиру, побеждал бы Чуева деньгами? Кристина Дерябин. Ну, если честно, меня вообще просто все тут поражают, да, все сидят такие умные, такие все честные, самое главное, да. Каждый сейчас поднял руку и сказал, что сделал бы совершенно то же самое, понимаешь, Рустам. И осуждать его за это, что ему, извините меня, 35 лет он жлоб, да, который лежит на диване, ничего не делает, купил этот приз, да. Каждый из вас, я могу сказать так же и про Женю Кузина, ему трицаха, трицаха, он лежит и ждет халявы, извините меня, то же самое могу сказать. Он при всех на лобном месте сидел и говорил, что да я не хочу заниматься этими свадьбами, он мужик, он даже не зарабатывает деньги, вы понимаете, он уже там купил квартиру, ой, квартиру, машину Сашу они там уже заказывают, Жене, потому что они надеялись на эту победу. Я вам скажу точно, то, что Элина вкладывалась сто процентов, вот сто процентов, что Саш, да все вкладывались, все вкладывались. Просто Чуев вас обошел, господи, прекратите завидовать уже, что бы есть, что есть, на войне все средства хороши. Андрюх, честно, я всегда говорила, что эту победу я бы отдала бы Жене Кузину, да, но раз уж победил Чуев, браво, браво. Спасибо, Бекушев, Антон.